Ещё неделю назад Рой выглядел абсолютно здоровым псом. Однако на днях хозяева забили тревогу. У щенка пропал аппетит и появилась вялость. Карельскую лайку привели в ветклинику. Здесь специалисты и обнаружили клеща. Кровопийца примастился возле уха. Живем на берегу Березины. Кровопсосновый лес. Собака находится в вольере. Рой находится в саду. И постоянно выгуливаем. Заходим в лес. Сосновый борт. Река, листья. Сейчас такой период обильности клещей. Весна не приходит одна. В это время прогулка с питомцем по парку может стоить ей жизни. Пироплазмоза и болиты фиксируют буквально с первых дней марта. Сезонным заболеванием могут болеть собаки разных пород и возрастов. В запущенных случаях и вовсе требуется переливание крови и длительная терапия. Зачастую страдают очень печень и почки. Поэтому назначается симптоматическое лечение для устранения самого заболевания и симптоматики. Буквально за этот месяц уже пациентов 12 было точно. Сезон охоты клещи открывают при плюсовой температуре. Защитить четвероногого от напасти несложно. Производители предлагают массу различных репеллентов. Это капли, спреи, ошейники и таблетки. Плюс после каждой прогулки необходим тщательный осмотр. Безопаснее всего выгуливать питомца на специально отведенных местах. Здесь подцепить клеща вероятность гораздо ниже. Из-за открытого пространства и отсутствия высокой травы. За пределами площадки не забывайте про поводок и намордник. Паукообразные предпочитают смешанные леса. Нередко их жертвами становятся также любители пробежек на свежем воздухе и поклонники скандинавской ходьбы. Собираясь на природу, оденьтесь как следует. Необходимо минимизировать открытые участки тела. А придя домой, стряхнуть вещи и тщательно себя осмотреть. Чаще всего клещи детей кусают. Это ушная раковина, затылочная часть головы. Поэтому обязательно родители будьте более бдительны. Клещи переносят различные заболевания. Самые опасные из них – энцефалит и ламбореллез. Только последний в прошлом году в Бобруйске зафиксирован 33 раза. Запущенный случай может привести к тяжелым и даже печальным последствиям. Поэтому лучше всего обратиться за квалифицированной помощью. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.